В этом уроке я хочу вам рассказать про рабочие среды. Инструмент довольно-таки полезный, и поэтому умолчать про него было бы, честно сказать, таким преступлением, что ли. Так вот, мы уже их переключали с вами когда-то, когда мы устанавливали фотошоп, сначала исходно стояла рабочая среда основная, потом я просил переключиться на дизайн. И когда вы переключались, вы получали другой набор инструментов. Просто дело в том, что многие занимаются на фотошопе не только созданием веб-дизайна. Допустим, одни делают анимацию, другие веб-дизайн, а третий делают одно и то, и другое. И получается, что вот, допустим, для создания веб-дизайна и анимации нужны совершенно разные наборы инструментов в панели пиктограмм. И чтобы вам постоянно не менять эти наборы, то есть вам нужны, допустим, для веб-дизайна вот эти наборы, а для анимации вам эти наборы не нужны, и вам придется их удалить, лезть в окно и подключать наборы для анимации. И, соответственно, это куча такой волокиты, которая нам совершенно не нужна. И рабочая среда, она в буквальном смысле слова спасает от этого. Photoshop позволяет не только изменить рабочую среду, которая есть по умолчанию, то есть мы с вами изменили дизайн, но он также позволяет и создать свою собственную рабочую среду. То есть, если вы планируете заниматься в Photoshop несколькими делами, то есть создавать какие-то анимации, создавать 3D-картинки, создавать веб-дизайн, то вы можете под каждую свою нужду создать свою собственную рабочую среду. Я не рекомендую пользоваться основными рабочими средами в программе Photoshop, в том случае, если вы работаете не один за компьютером. То есть, в буквальном смысле, допустим, вы настроили программу среду дизайн, потом там пришел ваш брат, сестра, селся в Photoshop, ага, тут мне не нравится, он все переначил по-своему или вообще сбросил настройки, и вам заново придется все это барыжить, так сказать. Так вот, чтобы этого не делать, вы можете просто, когда вы уже создали свой набор инструментов, жмем на стрелочку, нажимаем «Новая рабочая среда» и просто вводим имя новой рабочей среды. Давайте введем «Веб», нажмем «Сохранить» и обратите внимание, что у нас здесь появилась рабочая среда с точно такими же настройками. Видим. Еще вы можете удалить некоторые рабочие среды. Давайте попробуем что-нибудь удалить. И выберем, допустим, активную, кстати, удалить нельзя. Выберем вот новое «ВЦС-5». Нажимаем «Удалить», нажимаем «Да». И обратите внимание, что этой среды у нас уже нет рабочей. Но если вы нечаянно удалили какую-то, так сказать, заводскую среду, то есть, которая уже здесь установлена была до ваших, то есть, основные среды, которые идут в комплекте с фотошопом, вы их можете восстановить. Для этого необходимо нажать «Редактирование», нажать «Установочки», нажать «Интерфейс» из выпадающего меню. Вам тут не видно, но вы его там найдете. И здесь выбрать следующую кнопочку нажать. Это «Восстановить рабочие среды по умолчанию». И все рабочие среды будут восстановлены. Жбем «Ок». Так, минуточку. Ой, не туда нажал. Вот. Новое «ВЦС-5», видим, эта среда у нас восстановлена. Также вы можете посбрасывать все свои настройки. То есть, видим, давайте сбросим уже до конца. И здесь вам домашнее задание следующее. Создайте свою рабочую среду для веб-дизайна. То есть, если вы это уже сделали, то, в принципе, можно считать, что вы сделали свою домашку. На этом, в принципе, все. И в следующем уроке мы с вами встретимся снова. Субтитры создавал DimaTorzok